Ведущие специалисты из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза прибыли в Бреску областную клиническую больницу и привезли с собой не только инновационное знание и многолетний опыт, но и новую систему доставки аортального клапана. Впервые в Беларуси ввели в сердце пациента так называемое ноу-хау через бедренную артерию. Стоит отметить, что такие малоинвазивные операции применяются в России на протяжении 10 лет, но для белорусских кардиохирургов данный опыт стал первым. Клапану уже 10 лет, 10 лет, вот красиво, видите, какой он, если внимательно посмотреть, это клапан полностью синтетический, он сделан из ПТФЕ, это единственный в мире клапан, который полностью синтетический, он не подвергается биологической деградации. Там наоборот другая ситуация, он начинает покрываться эндотерием, вот как кровеносный сосуд, который, когда вы пораните, начинает изнутри покрываться эндотерием. Вот сейчас мы получили сейчас такие результаты, он покрывается эндотерием, и вопрос, хорошо ли это, плохо, мы пока не знаем. Мы представляли этот клапан на нескольких уже съездах, европейских и азиатских, колоссальный интерес, потому что отдаленные результаты уже 10 лет, и я вам хочу сказать, это единственный действующий образец в мире, который сделан полностью из синтетических материалов. Больше пока никто, сейчас американцы пытаются что-то сейчас создать, но у них трехлетние испытания только на животных. Мы прошли все это на животных, мы прошли это все уже отдаленные результаты у пациентов, поэтому это является ноу-хау российских продуктов, интересно очень. Ну и, скажем так, он значительно дешевле, чем европейский аналог. Подробно рассказать, показать и проконтролировать такие задачи ставили перед собой ведущие специалисты из России, потому как брестские кардиохирурги, конечно, обладают профессионализмом, умением и ювелирной точностью, но вот нюансы работы с инновационной разработкой им были неизвестны. Данный метод позволяет оперировать пациентов с сердечной патологией – аортальности нос. Это врожденный или приобретенный порог сердца, заключающийся в сужении устья аорты, которая препятствует нормальному току крови, что впоследствии запускает патологический процесс развития заболевания. Ортальный стонус – это операция, которая не операция, это поражение клапана. Ортального клапана, как правило, это атеросклеротическое поражение. Ну и его называют тихим убийцей. Почему тихим убийцей? Потому что он проходит очень незаметно для пациента. В какой-то момент наступает, как мы называем это, компенсация, когда человек начинает задыхаться и очень себя плохо чувствовать. Поэтому, ну, доказано, например, что вот эти операции, если делать эти операции, в Германии делается 300 операций на миллион жителей, в группе лиц от 65 до 85 лет продолжительность жизни увеличивается на 5 лет. Это доказанный эффект. То есть все остальные, знаете, там статины, таблетки, еще что-то такое, как правило, они увеличивают продолжительность жизни, уменьшают количество инфарктов, инсультов. Но вот эта операция, я уже обозначил эту группу, чем старше пациент, тем больше вероятность, что у нее будет стонос артального клапана. Независимо от образа жизни, сразу предупрежно, курил или человек, не курил, это дегенерация, это возрастная дегенерация, это, наверное, связано с какими-то генетическими, скажем, предрасположенностями пациентов, но средним, где-то к 80 годам, в 10% людей возникает вот такое поражение артального клапана, артальной стоносы. На данное хирургическое вмешательство берут тяжелых пациентов, которым противопоказано проведение открытых операций из-за высокого риска осложнений. И неудивительно, ведь преимуществ у операции по транскатетерной имплантации артального клапана множество. Начиная от сокращения времени хирургического вмешательства, если раньше требовалось порядка 5 часов, то сейчас основная часть занимает всего 20 минут, заканчивая периодом восстановления, который проходит значительно легче и быстрее для пациента. Это достаточно большой шаг вперед для нашей области. До 90% пациентов с данной патологией оперируются в мире транскатетерным способом, поэтому мы тоже не хотим быть в хвосте. В настоящий момент закуплено 14 транскатетерных клапанов, вот 6 из них мы выставим за эти два дня, вот 8 будем уже в ближайшие сроки самостоятельно останавливать, имплантировать. Брестские кардиохирурги ассистируют российским коллегам, чтобы в обозримом будущем проводить подобные операции самостоятельно, потому как спрос очень высок. В Брестской области около 200 человек стоит в листе ожидания на данную операцию.